я расскажу несколько слов о чужеродных видах растений на территории мурманской области вот ну и собственно хотел бы на этом установиться более детально значит целом проникновение чужеродных видов на территории мурманской области началось очень давно еще с приходом сюда поморов вот дальше когда происходила индустриализация активное освоение регионов этих число видов все увеличивалось увеличивалось ну и сейчас их уже относительно много и аж самое интересное люди иногда даже не догадываются то насколько человек сильно мог изменить природу кольского полуострова и мурманской области в целом и сколько сюда чужеродных то есть не местных видов растений пришло обычно если спрашиваешь у любителя природы то тебе говорят ну 50 видов ну 30 кто-то говорит 100 вот на самом деле гораздо больше чем же это связано и связано с тем что кольский полуостров осваивался по-разному вот в двадцатом веке было построено большое количество городов вот были старые поселения которые существовали долгое время на двадцатом веке они исчезли была и вторая мировая война которая тоже принесла огромное количество видов на кольский полуостров ну и на самом деле таких сюжетов очень много то есть механизмов путей заноса способов заноса а множество в связи с этим мы можем сейчас наблюдать что на по данным на 2021 год в мурманской области отмечено почти пол чуть больше чем пол тысячи заносных видов растений это чуть меньше чем в два раза чуть меньше чем в два раза от аборигенных то есть местных видов растений если взглянуть на эту картину прошлое то мы можем видеть что в начале девятнадцатого века было известно чуть больше сорока видов а на протяжении всего девятнадцатого века число видов увеличилось но совсем незначительно в середине двадцатого века мы видим большую вспышку когда число видов возросло до двух с половиной сотен и в двадцать первом веке это уже 500 видов это связано все с разными этапами освоения области вот мы таким образом вот растения проникали вместе с человеком эти два процесса они процесс освоения и процесс проникновения чужеродных видов растений в мурманской области это естественные процессы но мы так или иначе должны контролировать естественно взглянуть мурманскую область а то в разных городах поселках разные числа видов наибольшее число видов было зафиксировано в апатитах в кировске около сотни в мурманске чуть больше стало ленигорске в кандалак что же около сотни и в целом урбана флора то есть флора городов мурманской области обычно она в пределах там сотни полутора видов в поселках видов несколько меньше чуть больше пятидесяти ну в деревнях ситуация может быть разная где-то может быть совсем мало видов заностых например как в чалмавар как про которые мы сегодня с вами которые сегодня с вами уже говорили там где-то 20 видов всего так в некоторых деревнях может быть и до полутора сотен видов то есть вот эти вот пришлые чужеродные виды они могут быть очень разными вот и в зависимости от характера освоения территории они могут их число может быть разное в том или ином пункте мы же с вами сегодня поговорим об инвазионных или инвазивных видах мурманской области кто же такие инвазивные или инвазионные виды можно и так так говорить это чужеродные виды то есть виды не местные которые вторглись на какую-либо территорию и натурализовались натурализовались то есть сформировали естественные популяции и они заполоняют естественные или полуестественные места обитания а также оказывают негативное воздействие на аборигенные виды и сообщества определение кажется очень сложным сейчас мы разберем его на большом война простом примере нас есть так называемая концепция трех барьеров или правило десяти процентов обычно примерно 10 процентов от потенциально возможных видов могут проникнуть на ту или иную территорию региона это так называемый географический барьер то есть в на территории мурманской области допустим малибденовом церкви в тридцатых годах выросла тимофеевка степная выросла прожила год-два и умерла да но тем не менее она смогла преодолеть тот самый географический барьер и проникнуть на территории мурманской области это первый барьер который должен преодолеть чужеродный вид такая как бы этот тот вид который преодолевает вот этот вот географический барьер вон считают случайным заносом но если он смог прижиться на территории региона и в антропогенных или естественных мест обитаниях начинает формировать свои популяции он сам воспроизводится многократно и он таким образом преодолевает экологический барьер это опять же примерно десять процентов от вот этого пула видов которые преодолевают географический барьер такой вид называется натурализовавшись то есть он натурализовался условиях польского заполярья здесь может сам жить но никуда далеко не идет те виды которые преодолевают ценотический барьер то есть те виды которые пришли на территорию мурманской области а при таким образом преодолев географический барьер стали формировать естественные свои популяции вот таким образом они преодолели экологический барьер и они из антропоген нарушенных мест обитания пошли в места обитания естественные в природные и вот эти виды уже называются инвазионными видами вот а значит еще есть три четвертая категория это те виды которые из инвазионных видов которые перешли экологический барьер ценотический географически и стали коренным образом преобразовывать природу называется трансформер но о них мы говорить не будем потому что нам нужно сейчас хотя бы разобраться с инвазионными видами то есть инвазионные виды которые смогли преодолеть географический экологический и ценотический барьер таким образом они с человеком пришли на территорию распространились сформировали популяции и пошли в природу а современных оценок по перечью инвазионных видов для арктики в целом их нет для российской арктики их тоже нет и более того существует мнение о том что инвазионных видов российской арктики нет вот мы же пытаемся провести первые оценки по потенциальной инвазионности тех или иных видов растений для мурманской области всем нам известно опасное агрессивное растение борщевик сосновского сейчас этот борщевик распространен во многих городах мурманской области с ним уже реальная экологическая проблема на него выделяются деньги на его уничтожение но как правило эти меры довольно слабо эффективно интересно отметить то что борщевик сосновского изначально научном эксперименте был внедрен в ботаническом саду у нас вот но это был просто научно исследовательский эксперимент он был в тридцатые годы но с самих плантаций ботаническом саду тогда дичание борщевика отмечено не было расселяется борщевик обычно с больших полей опытных уже когда это растение не в эксперимент не в эксперименте а в опытных испытаниях сельскохозяйственных культур ну и у нас в области борщевик сеяли отдельные совхозы и оттуда во многом и побежал борщевик это кавказское растение многие думают что борщевики это дальневосточные товарищи нет это борщевик сосновского кавказец на дальнем востоке есть крупные борщевики но они не имеет таких свойств как борщевик сосновского борщевик сосновского вы же вызывает сильнейшие фотохимические ожоги ну и в общем-то ему лучше не подходить не трогать его а бороться с ним наиболее эффективно с использованием гербицидов которые для человека и для живых для животных безвредно и для борщевика губительно сейчас борщевиком в многих регионах россии но в том числе в мурманской области существует большие проблемы если посмотреть какую-то тверскую область московскую область у там заросшие все огромные поля у нас тоже есть большие поля заросшие борщевиком например на подъезде к городу аппатит но есть проблема куда более серьезно борщевик идет в лес идет в горные березняки например это отмечено в кировской или например березняках в окрестях мурманского аэропорта серьезная экологическая проблема которую как-то нужно будет решать следующий вид таран вейриха это большое довольно декоративное гречишное если ехать из аппатитов сторону польской трассы то проезжая перед проездом через железный мост мы видим огромные заросли вдоль дороги кажется что их кто-то сажал нет не борщейка таран туда никто не сажал он там вырос сам и сейчас он активно расселяется как по городам так и начинают уходить естественные места обитания это растение когда на молодой она съедобная но в целом она конечно вызывает большую опасность точки зрения его расселения в природные место обитания происходит таран вереха с дальнего востока с японии из китая шиповник морщинистый красивая декоративная роза которую часто высаживают в городском озеленение в парках но сейчас этот шиповник формирует уже довольно серьезные проблемы для приморских систем и морской области что шиповник активно поедают птиц в частности разные виды дроздов и в дальнейшем когда птицы улетают на острова по побережью во время пролета а у шиповника в это время как раз созревают они начинают расселять этот шиповник по побережью белого моря и даже часто отмечены и на баленце при прохождении семян через желудочно-кишечный тракт птиц семена сохраняют схожесть надолго и таким образом даже еще лучше прорастают а сейчас шиповник отмечен в множестве точек в кандалакшистом заливе хотя еще десять лет назад было всего известно несколько точек вершине кандалакшистом залива известно его мест нахождение в урманске в тереберке в том году мы отметили ну и также натуре мысу в кузырьке шиповник активно расселяется скажем ну что ж такого такая красивая растение такой красивый декоративный куст с очень хорошими вкусными плодами из которых отличный компот что же не плохого плохого в нем тут что этим шиповником перспективе зарастут всем приморское побережье особенно песчаный побережье что уже произошло на балтике финском заливе места где традиционно отдыхали люди а сейчас представляют собой такие огромные заросли шиповника морщинистого где невозможно ступить ногой с позапрошлого года финляндии принято была специализированная программа по механическому уничтожению всех зарослей шиповника на островах финского залива более того запрещено его культивирование у себя в частных в частных садах а также городском озеленении потому что для финляндии это стало реально экологическая проблема другая растение водное растение ладая канадская все мы ее хорошо знаем как аквариумные растения действительно ладая может расти в любой воде вот ее в 18 веке привезли в европу а уже в начале 19 века она с огромной скоростью распространилась по множеству регионов средней россии и в сибири в том числе в мурманской области она найдена относительно недавно и в общем то считалось то что водоем мурманской области для ладая слишком холодной да ничего подобного ладая образует огромные заросли в районе кула ярве огромные заросли в кофтском озере и формирует большие плотные заросшие маты в которых под которыми не может существовать другая водная растительность и сильно эфтрафируется вода расселяется она птицами родина лады и северной америка и вот также часто называют водяной чумой потому что водоема зарастать и просто мгновенно для мурманской области это уже отмечено и в общем как с ним бороться совершенно непонятно в прошлом году мы отметили несколько крупных популяций козлятника восточного это тоже опасный инвазионный вид который например в подмосковье в тверской области в ленинградской области еще 15 лет назад никто даже и не знал если взять определители растений по которым определяют можно там бобовые да в частности давностью лет 20 вы не сможете определить это растение никак потому что это растение было введено в культуру не так давно и стремительно запланируем многие регионы средней россии такая же ситуация возникла и у нас только существенно позднее в 90-х и двухтысячных годах это растение использовалось как сельскохозяйственная потенциальная сельскохозяйственная культура использовалась для проведения опытов на полярной станции растеневодства где был заложен несколько экспериментальных полей а потом его высевали несколько раз на полях бывшего совхозной индустрии и почему же это все привело к тому что этот козлятник расселился стремительно и сейчас им заросшие все обочины полей в окрестностях города апатита почему же так все быстро произошло когда растение проникает на территорию региона саму вот и когда его не так много то ему гораздо сложнее сформировать вот эти вот стремительно растущая популяция когда его сеют целыми полями тогда сформируется огромный банк семян огромные отличные возможности для перекрасного опыления и соответственно расселение происходит стихий не то есть когда мы ведем небольшой эксперимент с растениями то их расселение потенциально негативное влияние гораздо менее вероятно чем то когда мы их испытываем в культуре сельского хозяйства еще один вид который вызывает огромные опасения это люпин нюткинский это растение с северной америки в мурманской области известно из окрестностей апатитов и кировска также я его обнаружил и в умбе люпин нюткинский это очень красивое декоративное растение с ярко синими цветками а иногда образуют такие большие красивые заросли он может расти на любых почвах абсолютно любых в них может быть почти никаких элементов минерального питания просто был описок но люпин как и большинство бобовых формирует симбиот с азотофиксирующими бактериями и таким образом сами себя обеспечивают минимальным минеральным питанием люпин обладает колоссальными семенными продуктивностями ну например на одном мышином горошке не так уж много семян вызревает а здесь огромное количество бобов многосеменных формируется таким образом семян происходит очень много если посмотреть на обнаженный песчаный грунт рядом с этой зарослью вот не в середине июня чуть позже будет все в проростках этого люпина для мурманской области это очень опасное растение в россии известно но только с еще с дальнего востока но неизвестно точно ли там люпин нюткинский для какой-то близкий вид к нему был вот но в ряде арктических регионов например в исландии ситуация выглядит вот так в исландии до начала двадцатого века люпина нюткинского не было вообще но сейчас он там активно расселился и им заросли огромные площадь тем самым вы были вы были конкурентной борьбе выпали многие местные виды что же с этим всем делать до инвизионных видов есть какое-то количество по инвизионным видам ведется работа вот в россии если недавно была издана книга 100 самых опасных инвизионных видов для территории россии издаются отдельные черные книги в которой говорится что это за виды откуда они происходят издаются различные определители инвизионных видов есть даже специальный документ мсоп в котором написано кто такие инвизионные виды и какие меры с ними борьбы есть отдельные специализированные журналы и специализированные выпуски есть национальные черные списки вот если посмотреть на эту литературу то мы видим что общем много всего но если посмотреть на это критически с точки зрения руководства к действиям то в россии насколько мне известно только черная книга калужской области представляет собой документ который хоть как-то регламентирует это политику в отношении чужеродных видов на территории региона потому что это черную книгу готовилась готовили совместно с профильным министерством и в ней это прописано в норвегии есть огромный специальный документ которым прилагается очень большой сайт на котором произведена оценка всей флоры и фауны норвегии на предмет инвизионного потенциала и это здесь в этом документе также прописаны определенные действия в большинстве же своем мы сталкиваемся с книгами в которых в которых пишут что да у нас есть такие-то инвизионные виды они оттуда то происходят они так распространяются и все но никаких реальных действий нет вот таким образом из множества юридической из множества литературы юридическое подкрепление имеет совсем небольшое количество видов что касается выделение перечня инвизионных видов я вам честно назвал самых несколько самых таких ярких видов которые многие из вас видели в городе или там на побережье моря у нас а но определение категории инвизионного вида именно четко прописанного механизма как виды включаются например в красную книгу такого такой механизм разработан далеко не во всех странах в россии такого механизма до сих пор нет в россии черные книги составляются как экспертные оценки где хотим включить вид включим не хотим не включим очень четко и подробно руководство разработаны для наших соседей для норме не и они как раз таки разработали детальный механизм как оценивать эти виды как с ними бороться и это все основано на огромном фактическом материале с применением современных методов анализа ну и с применением определенных критериев которые в основу которых заложено положение в руководство руководством союза охраны природы что касается проблемы чужеродных видов в арктике то как это не странно что буквально две минуты полминуты значит то в арктике считается что чужеродных видов которые являются потенциально инвазионными их нет мы видим это даже современной литературе например статья морозова тишкова написано что скорее всего в арктике инвазионных видов нет потому что там слишком холодно они не могут приживаться на самом деле это проблема в арктике есть она очень серьезная и мы видим ее на примере исландии норвегии канаде например в канаде огромная опасность вызывает костер безоста который у нас растет здесь по всем обочинам как обычные заносные растения но это тоже опасный инвазионный вид в арктике спасибо большое за внимание